Джохар никогда не был героем, кому нужна была его независимость. Считаю, что до его прихода люди очень хорошо жили. Человек не имел никакого понимания об исламе и не имел русскую жену. Скажи, как ты думаешь, что лучше, жить под оккупацией или война за независимость, если нет мирного пути выйти из оккупации? И как в такой ситуации определить решение всего народа? Тумсу, а ты россиян считаешь врагами? Я вот русский, но тебя я врагом не считаю. И с удовольствием смотрю твое видео и тебя во многом поддерживаю в твоих мнениях. Вот хороший вопрос задает Александр Акимов. Александр Акимов, я россиян врагами не считаю и русских людей тем более не считаю. Я не националист и не какой-то там фанатик или экстремист, чтобы такие вещи проговаривать или там как-то иметь такие убеждения. У меня есть претензии к российскому государству, безусловно. У меня есть претензии к вашему политическому строю, к вашей армии, ко всем тем людям, которые причастны к геноциду моего народа, которые причастны к оккупации моей земли. Да, есть, разумеется, претензии к стране как к государству, но нет никаких претензий к каждому человеку, который имеет у себя паспорт, даже не на Российской Федерации. Вы должны понимать это. И я думаю, что, в принципе, даже вам не стоит задавать такие вопросы. Где я давал вам повод подумать о том, что я имею какие-то националистические или иные какие-то заблудшие фонетические убеждения? Конечно же, нет. Я понимаю, что российское общество, оно очень многогранно. Более того, я нахожусь в прекрасных отношениях с многими российскими гражданами, которые занимаются правозащитной деятельностью, которые мне очень сильно помогли и помогают, и которые не только мне, но и очень многим чеченцам сегодня помогают. И как я могу этих людей считать врагами? Разумеется, нет, я так не считаю. Многие сотрудники всех структур в Чечне поддерживают и смотрят тебя, и даже отправляют донаты. Томсот и красавчик. У алейкум ассаламу раматху ла баракату. Я это знаю. В смысле, не то, что красавчик, а в смысле, что поддерживают. Я знаю, что поддерживают. И это нормально. Ведь они тоже страдают от этого всего. Они тоже не остаются в стороне. Мы прекрасно понимаем, что все они не являются элитой. И либо они сами, либо их родственники по-любому попадают под этот каток. Поэтому, ну, это как бы понятно, это оправдано. Те мысли, которые я выражаю, то, о чем я говорю, это и их мысли. Это то, что их тоже волнует. Ассаламу алейкум. Томсот, несколько стримов задаю тебе этот вопрос. Что бы ты сделал, если Навальный стал президентом и назначил тебя главой ЧАЭР? Алейкум ассалам. Во-первых, Навальный не имеет на меня никакого влияния. То есть я не нахожусь в его подчинении, чтобы он захотел и меня куда-то назначал. Поэтому Навальный не может меня никуда назначить. Ничего бы я не сделал, разумеется. Я бы никогда в жизни не примерил на себя роль российского наместника на чеченской земле. Никогда. Я надеюсь, что Аллах меня убережет от этого. И я никогда не войду в историю, как вошли Кадыровы. Никогда. Лучше вообще никак не войти в эту историю. Лучше уйти неизвестным никому, чем войти в нее вот так. Томсот, зря ты симпатизируешь Навальному. Он такой же имперец, как и большинство русских. Плюс ненавидит Кавказа в нашей традиции и отрицание разврата, называя неправовым, незаконным и так далее. Я не знаю, где ты видел мои симпатии к Навальному. Если объективно оценить какую-то деятельность человека и сказать, что антикоррупционной деятельностью он занимается очень круто, но при этом политиком он будет обычным российским, если это у тебя называется симпатией, то извини, я тебе ничем помочь не могу. Я не могу не иметь своего мнения о каких-то людях. У меня есть это мнение. Представьте, что вы являетесь главой государства и в вашем государстве мусульмане совершили теракт, на рынке взрыв устроили. Вы дадите приказ на уничтожение этих мусульман? Разумеется. Правда, это такими вопросами занимается не глава государства, есть специальные правоохранительные органы, которые должны этим заниматься. Не глава государства должен отдавать приказы. Это само собой разумеется, любых террористов нужно уничтожать, тем более, если они решили совершить такое страшное преступление, их нужно уничтожить. И этим должны заниматься правоохранительные органы. Саламу алейкум. Тумсо, скажи, если бы тебе Америка предложила гражданство на данный момент, ты принял бы это, уехал бы в Америку? Просто хочу знать, что у тебя в голове. Алейкум асалам. Ну, докка евро. Я думаю, ответ очевиден. Конечно бы я на это согласился, конечно бы я принял это гражданство и выехал. Разве в моем ли сейчас положении выбирать? Разумеется, я бы не то, что Америка, я бы сейчас, наверное, любой позитив любого государства, не то, что гражданство, принял бы. Саламу алейкум. Какие страны сдают властям России? Алейкум. Саламу алейкум. Ну, к сожалению, пока отметились немецкие страны, то есть Германия, Австрия, Босния. Словакия в прошлом году сдали. Украина, к сожалению. Это по прямым запросам. А что касается депортов, то, ну, они... Бельгия, кстати, тоже. Бельгия сдала одного человека. Но если брать в счет еще и не прямые запросы, а просто депорты, да, то это, ну, практически, наверное, любая страна. Привет, Тумсо. Зачем поляки назвали круг именем Дудаева? Он же ничего не сделал их стране. Они таким образом увековечили его память и показали свое уважение к этому человеку, чеченскому лидеру и в целом чеченскому народу тем самым. Я думаю, что если бы они его увековечили бы только за то, что он им что-то сделал, то это, ну, это немножко попахивало бы какой-то корыстью. А так это, наоборот, очень достойный поступок. Тумсо, ты говоришь, что ты раб Аллаха, то есть ты признаешь, что у мусульман есть рабство и хорошо ли быть рабом в таком случае, зачем Богу рабы? Странная концепция. Можно ли считать лозунг Джахар и чкирийская версия лозунга Ахмад Сила? Значит, Тумсо, ты говоришь, что ты раб Аллаха, то есть ты признаешь, что у мусульман есть рабство, и хорошо ли быть рабом в таком случае? Зачем Богу рабы? И значит, я мусульманин, я раб Всевышнего Аллаха, а в мусульманстве есть рабы? Нет, в мусульманстве нет рабов, но все люди и вообще все творения Всевышнего являются рабами Всевышнего Аллаха, безусловно, и для нас это великая честь быть рабом нашего Создателя. Это, как ты там сказал, хорошо ли быть рабом? Это великое счастье, великое счастье быть рабом Творца. Что касается Джохар Джохар и чхиристской версии лозунга Ахмад Силы, нет, потому что лозунг Джохар Джохар никогда и никому не навязывался, никогда никто его не рекомендовал никому так кричать, за это никогда никто не поощрял и ничего не давал. Люди кричали этот лозунг из своего уважения к этому человеку и своей большой любви к нему, потому что он был настоящим лидером. Это был действительно лидер, это не какая-то там слепленная кем-то непонятная вот что-то такое, да, что ты взял вот что-то и слепил и сказал вот это вот лидер. Нет, это был действительно лидер. Человек, у которого был дар данный Всевышним. Человек, которого ты уважал и тебе хотелось его уважать, тебе хотелось ему подчиняться, тебе хотелось ему доверяться. Это был вот такой человек. И, ну, я не знаю, будет ли у нас еще такой. Джохар никогда не был героем, кому нужна была его независимость, считаю, что до его прихода люди очень хорошо жили, человек не имел никакого понимания об исламе и не имел русскую жену. Да, это, конечно, аргумент. Это очень крутой аргумент. О том, является Джохар героем или нет, это все-таки будет решать чеченский народ. И хотите вы того или нет, огромное количество нашего народа считает его героем и души в нем не чает. И у нас не было никогда никого подобного ему. Никогда не было. Джохар – это был уникальный для нас человек и уникальный лидер. И нам очень не хватает еще одного такого же человека. Саламу алейкум. Хотел спросить, вы за Джохара Дадаева, потому что он был за свободу или потому что он был истинным мусульманином, который делал только добро и говорил только правду? Я слышал еще в детстве, что он говорил, хватит и три намазов в день, и еще что он бомбил Абонистан, будучи российским плодом. Алейкум ас-салам. Он не бомбил никогда Афганистан, будучи пилотом, это во-первых. Во-вторых, то, что он говорил, можно делать три намаза, он был абсолютно прав. Во время сражения, во время Джихада можно делать три намаза, как и… Точнее, ты делаешь пять намазов, но три раза в день, как и во время путешествия. Поэтому это тоже абсолютно правильно было сказано. Что касается, почему любим и уважаем Джохара, потому что Джохар был достойнейшим лидером чеченского государства. Он был достойным человеком. И поэтому мы его любим. Ну что, какая выгода США в финансировании радиомарша именно на чеченском языке из всех языков Кавказа? Они поставили на нас, даже программы делают по изучению чеченского языка. Ну, значит, они находят в этом для себя какую-то выгоду. В любом случае, ну, это радио «Свобода». Она финансируется Конгрессом США, и те люди, которые лоббируют это радио на чеченском языке, которые представили этот проект как нужный, они добились того, чтобы он был финансирован. Я не могу знать, как бы, могу только предполагать, и тут, ну, я не знаю. Во всяком случае, это, конечно, хорошо, что это финансируется, и на самом деле марш радио – это сегодня такой, ну, у нас, по-моему, единственный такой ресурс, который существует до сих пор на чеченском языке. Томсо, привет! Спасибо тебе за твой прошлый ответ. Скажи, как ты думаешь, что лучше – жить под оккупацией или война за независимость, если нет мирного пути выйти из оккупации, и как в такой ситуации определить решение всего народа? Я не буду тебе отвечать на этот вопрос, потому что я не знаю. Я, правда, не знаю ответа на этот вопрос. Это очень сложный вопрос. Томсо, скажи, как ты относишься к блогерам в Чечне? Слушай, я, честно говоря, не знаю блогеров в Чечне, но к хорошим блогерам я отношусь хорошо, если они делают полезное дело. Если они занимаются какой-нибудь ерундой, то я к этому отношусь негативно. Ас-саламу алейкум, Томсо, почему ты не хочешь давать салам джамбоксу? Алейкум ас-салам, потому что я с преступниками не хочу здороваться. Как я могу здороваться с преступниками и желать им мира от Всевышнего Аллаха? Как я могу это делать? Но недостойны они этого, с преступниками так не здороваются. Алейкум ас-саламу алейкум, брат. чтобы думать об этом. В том числе, мы русские тоже поддерживаем тебя. Спасибо, спасибо. Я знаю, что нормальные люди, здравомыслящие, добрые люди, вне зависимости от того, какой бы национальности они не были, разумеется, они будут меня поддерживать. В том числе, почему Ичкерию, кроме Афганистана, никто не признал даже США, которые как бы за демократию? Ну, еще Грузия тоже признала. И Грузия вообще первой признала. Там Сахурди признал. Но, к сожалению, да. Так уж получилось. Приветствую. Безопасно ли в Чечне для русских, местных и приезжих? Кадыровцы совершают преступления даже в Москве. А как они ведут себя с гостями? У меня просто огромная рыжая борода, как у того парня из твоего видео про Урусмартан. Так что меня могут воспринять превратно. Приветствую. Для русских людей, местных и приезжих в Чечне просто благодать. Русских людей и приезжих там не трогают. Там у Кадырова есть лицензия только на то, чтобы уничтожать чеченцев. Ему не разрешено больше никого трогать на территории Чечни, по крайней мере. Поэтому я думаю, что вы можете свободно туда приезжать и жить, и путешествовать. Никаких проблем. Я так думаю. Для тебя ваша религия ложь. Это ты сказал, я дал ссылки. Ты не дал. Ты просто закинул какие-то шубогаты. Шубогаты — это ложные доказательства. То есть это доказательства, пустышка, которые на самом деле не доказательства, но которые выдают за доказательства. Подобных тебе людей я, знаешь, встречал и встречаю сотнями, тысячами на просторах интернета. И это никак не поколебало мое сердце. Поэтому твои действия, они просто бессмысленны. Добрый вечер, Тумсок. Как вам код Кафырова? Всего за 10 миллионов от диктатора и убийцы стал восхваленным героем. Все в инстаграме облизали. Уверен, что и по госканалам показали героя-спасителя. Самое интересное, верят люди этой лжи и защищают его даже в комментариях. Даже чеченцы. Удачи вам. Добрый вечер. Самое печальное в этом, что никто не задумывается, откуда у Кадырова 10 миллионов. Откуда он эти деньги дает? Ведь вся проблема на самом деле в этом. Проблема не в том, что он дал 10 миллионов рублей погорельцам. Мы рады, что он дал и что погорельцы получат какую-то помощь. Проблема в том, что он забрал их. Понимаете, миллиард у людей забрал, отобрал и дал там 10 миллионов. Вот в чем проблема. Вот эти 10 миллиардов, 100 миллиардов, которые он забирает, об этом никто не говорит. Все говорят о 10 миллионах, которые он дал. Рамзан отбирает у бюджетников миллиард Из них для Саморекламы отдает 10 миллионов рублей Бедным, вот такой вор Сидит на шее чеченцев Уже всех достал, пишет Руслан Томсо, приветствую тебя Почему ты всегда, Кадыров, плохой Кадыров Это тебе, это не надоело Это живи своей жизнью Не говори, Кадыров, тебе он ничего не делает Но если он не будет ничего делать И не будет мешать И не будет мучить мой народ И говорить мы о нем не будем Но пока он Он только и делает, что мучает наш народ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok